В лесу родилась елочка. В пермских лесничествах начался перед новогодней законный сруб елей, растущих в местах под расчистку. Это линия электропередач, нефть и газопроводы. В этом способе добычи новогодние красавицы есть ряд преимуществ. Стоимость гораздо ниже рыночной, а впечатлений в разы больше. В лесничестве побывала Екатерина Леонова. Ель сибирская, и сосна обыкновенная у нас тут растет. Кедровая мало встречается, практически нет. А пихты? Пихты тоже встречаются. Пихту красивую, пышную найти сложно. Не так много на ней веточек, как на елке, допустим. Вот это вот будет, если такую елочку срубить, она будет однобокая. Она даже, видите, две вершинки у нее. Это вот уже такая некрасивая будет. Лесничий со стажем Евгений в елках знает толк. С удовольствием рассказывает всем, кто приезжает с новогодними елями, какая дольше простоит, а какая быстрее сыплется. Да и преимуществ у законной вырубки масса. Банальную покупку новогодней ели можно превратить в настоящее зимнее приключение. Выбраться в леса-поля и среди сотен хвойных красавиц выбрать именно ту, которая понравится именно вам. И не обязательно, что это будет ель сибирская. Это может быть сосна обыкновенная. Мне, например, понравилась вот эта. Такая почти четырехметровая сосна обошлась бы мне по грубым подсчетам всего в 150 рублей. Цена за метр хвойного дерева около 26 рублей. На рынках же стоимость живой ели начинается от 500 рублей за метр. Искусственные елки обойдутся еще дороже. Самые неказистые и простенькие – 700-900 рублей, что поинтереснее не менее трех тысяч и выше. Да, такие годами простоят, но настоящего новогоднего аромата в дом не принесут. А всем тем, кому елочку жалко, Евгений разъясняет, что здесь ни одному дереву вырасти все равно не дадут. В новогодние ели мы в основном отдаем под линиями электропередач на линейных объектах. Это нефтепроводы, газопроводы, по обочинам дорог. В данной ситуации мы находимся сейчас под линией электропередач. 20 метров от крайнего провода этот участок будет чиститься время от времени. И деревья погибнут. Всем, кому хочется добыть лесную красавицу, достаточно позвонить в лесничество, обо всем договориться, а затем приехать туда и написать заявление на выписку елки. Оплатить и далее в течение суток, вооружившись пилой или топором, прибыть на указанное место за хвойным трофеем. Екатерина Леонова, Константин Старков, Телевизионная служба новостей.